Эпидемиологическая ситуация Сенат Берлина с субботы одобрил новые коронавирусные правила. Во-первых, отменили обязательное документирование всех посетителей в ресторанах и кафе, на мероприятиях, спортивных соревнованиях и в отелях. Внес изменения Сенат и в ПЦР тестирование пациентов с подозрением на коронавирус. В случае положительного результата экспресс-теста берлинцам не нужно подтверждать его с помощью ПЦР. Необходимо обратиться в сертифицированный центр тестирования и сделать еще один тест на антигены. Кроме того, власти столицы сократили срок действия справки о выздоровлении после коронавируса с 6 до 3 месяцев. Правительство земли Шлезвик Гольдштейн хочет ослабить ряд ковид-правил. Так, с 9 февраля в магазинах здесь будут обязательными только маски. Покупатели смогут не доказывать, что они переболели или прошли вакцинацию. Помимо того, в сфере общественного питания отменяется комендантский час. К другим темам. Правительство ФРГ приняло решение смягчить бремя растущих цен на отопление единоразовой субсидии. Она будет выплачиваться в летний период домохозяйством с низкими доходами, а также многим студентам и стажерам. Так, получатели жилищных пособий, проживающие в одиночку, получат 135 евро, семьи из двух человек – 175 евро, студенты и стажеры – 115 евро. В январе инфляция в еврозоне достигла нового рекорда, в том числе и ФРГ. В первую очередь это обусловлено высокими ценами на энергоносители. Потребительские цены выросли в среднем на 5%. Это самое высокое увеличение с 1997 года. Многие потребители в Германии уже ощутили последствия инфляции. По результатам недавнего исследования, более половины опрошенных заявили, что сейчас могут позволить себе меньше, чем год назад.